Вспомните определение морфем. Корень — главная морфема в слове. Это общая часть родственных слов, в которой заключено их лексическое значение. Слова с одним и тем же корнем называются однокоренными. Слова ход, ходить, ходики, ходули, ходовой, поход, заходящий содержат один и тот же корень — ход — и являются однокоренными. Эти слова обозначают предметы и признаки, имеющие отношение к действию «ходить». Приставка — морфема, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Приставочным способом образуются многие слова, например, глаголы. К основе глагола «ходить» можно добавить приставки «у», «вы», «за», «с», «пере», «в», «от», «под» и получить следующие слова «уходить», «выходить», «заходить», «сходить», «переходить», «входить», «отходить», «подходить». Суффикс — это морфема, стоящая после корня и служащая для образования новых слов или форм слова. Суффиксы, служащие для образования новых слов, называются словообразующими. В слове может быть один суффикс, например, «ок», «ик», «ходаки», «ходики» или два суффикса, например, «ац» и «ка» в слове «рыбацкий». Окончание — это изменяемая морфема, которая служит для связи слов, словосочетаний и предложений. Окончание образует форму слова, выражая значения лица, рода, числа и падежа. Например, «ход» — нулевое окончание выражает значение мужского рода, единственного числа, именительного падежа. «Хода» — значение мужского рода, единственного числа, родительного падежа. «Ходу» — значение мужского рода, единственного числа, дательного падежа. «Ходом» — значение мужского рода, единственного числа, творительного падежа. «Оходе» — значение мужского рода, единственного числа, предложенного падежа. «Основа» — неизменяемая часть слова. Она выражает его главное лексическое значение и составляет слово без окончания. Основа может быть равна корню. В словах «снегирь», «снегири», «снегирю», «снегирей» основа «снегир» равна корню, но в этих словах есть изменяемое окончание. План морфемного разбора слова. Первое. Выделяем окончание и основу. Второе. Выделяем корень. Подбираем однокоренные слова. Третье. Выделяем приставки и суффиксы. Образец морфемного разбора. Лесной. Окончание «ой», основа «лесн», корень «лес», суффикс «н». Перелесок. Окончание нулевое. Основа «перелесок», корень «лес», приставка «пере», суффикс «ок». Приморский. Окончание «ий», основа «приморск», корень «мор», суффикс «ск», приставка «при». Продолжение следует...